МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Время – это средство, которое невозможно накопить, но можно попусту потратить. От слов перейдём к делу. И вот что мы покажем в сегодняшнем выпуске. Тамбов стал объектом внимания федеральных каналов. Съёмки программы «Поедем, поедим» стали сенсацией для местных жителей. Дыхание природы в полотнах художников. В картинной галереи открылась выставка Ирины Пугачёвой-Мироновой. Сегодня в рубрике «Крупным планом» гастрономическое путешествие Джона Орена по Тамбовщине. Известный телеведущий программы «Поедем, поедим» исколесил всю Россию. За пять лет он сделал 250 выпусков программы. Вот и Тамбов появился на его карте. О том, как проходили съёмки телепередачи, и чем угощали англичанина с русской душой, мы расскажем вам прямо сейчас. Мне кажется, что здесь много вкусного. Поэтому, с учётом того, что у нас программа «Поедем, поедим», я уже приехал, а вот теперь хочу поесть. Джон Орен никогда не посещал кастинги. Слабо пришла к нему неожиданно. В 2012 году становится ведущим программы «Поедем, поедим». Он стал первым в России, кто популяризировал гастрономический туризм. В свои передачи ему приходится ездить по разным странам и городам, и изучать кухни мира, и культуру народов в том числе. Телеведущий не раз говорил, что не считает себя знаменитым. Он просто делает свою работу и пытается сделать её хорошо. «Россия считает вторым домом. Признавался, неважно, где мы живём – в Якутии, Владивостоке, Саленинграде, в Карачаево-Черкесии или даже в Абхазии – есть какой-то клей, который объединяет всех. И составляющих этого клея очень много. Это и патриотизм, и забота, и любовь. Это очень здорово и очень сложно для передачи». «Одно дело – приехать в какую-то другую страну и показать, как странные люди странно себя ведут. А когда ты показываешь Россию россиянам, людям, которые знают эти традиции, может быть, даже лучше, чем я, надо делать это немножко, не просто там тупо рассказать, а делать это немножко, чтобы раскрыть эту тему, чтобы, может быть, это стало более запоминающейся. Мы могли бы просто вот тупо идти с музейным экскурсоводом, который будет рассказывать вот одним тональным голосом, там, что было вот у Афеева. Или можно делать так, как мы сейчас будем делать. Мне кажется, что это интереснее. Можно, можно меня удивить. Это становится сложнее, естественно. Мне кажется, что это абсолютно естественный процесс. Когда даже ты уже готов к удивлениям, это становится уже сложнее. Но есть возможности, да. Я эмоциональный человек, я реагирую на свои эмоции. Поэтому, если что-то реально происходит удивительно, я не могу это скрывать. Наши чебуреки уже закомендовали себе на протяжении 14 лет, если мне память не изменяет, пользуясь популярностью. Мы просто приспоставляли продукты, которые больше всего используются в той или иной стране, ну и подбирали что-то такое, экспериментировали, так скажем. Очень большая честь. Все волнуюсь, два дня ждали, два дня готовились. Ну, весело. Круто. Мы взяли курицу, креветок и добавили туда суп том-ям, чтобы делать его тайский. Отличный чебурек. Мне кажется, что наше мнение – это не столь важно. Давай мы раздадим народу, и пусть они скажут, что они думают, да? Я с тобой полностью согласен. Вы голодные? Да! Вот! Как можно быть не голодными? 20 минут смотреть, как мы готовим чебуреки. Чебурек – это такой немножко остаток Советского Союза, да? И вот немножко есть вот в этом, потому что старшие поколения, они вот реально чебуречные на каждом углу практически. Поэтому чебурек, мне кажется, он немножко… Не то, что вымирает, но я надеюсь, что вот вы немножко засунули туда немножко такое, чтобы чебурек не вымир, не стал красных книг. Это вареньцы из райского яблочка, китайка. Два килограмма яблочек на килограмм сахарка готовятся в течение дня. Вкусные! Она говорит, Джон, ну попробуй моченые яблоки. Это было очень давно, это было даже 20 лет назад. А единственное слово, которое я знал, которое похоже на моченые… Моченые. Я говорю, нет, я вот это пробовать не буду. Ну, теперь я понимаю, что это смешно, но мы сейчас будем делать моченые яблоки, да? Правильно? У нас тоже так пошло немножко вот с высокой кухней. Мы начали какие-то очень такие завороченные, навороченные какие-то блюда делать. Когда мы приехали сюда, мы как-то вот приземлились на русскую землю и стали есть опять-таки очень вкусную русскую еду. Щи с блинами, вот такой крыши блинные, было очень вкусно. Это окорок. Да, мы делали с Натальей Антоновка с гречкой, с садуванчиковым медом. Я, мы отменно ели и за кадром. Что, почему я говорю, господи, это такая поездка была, плюс три, плюс три килограмма. И это, это, но я не могу столько есть уже. Столько было вкусной еды. И главное для меня, что вот, когда я чувствую, что люди очень сильно ждали, очень душевно принимают гостей, как вы, как в Тамбове. Ну, как можно отказать, я не понимаю. Что я скажу, что я за рулем, я не за рулем. Что я худею, ну, ладно, завтра начну худеть. То есть, я считаю, что если кто-то сделал такой для меня шаг, то я обязан это делать наоборот. Искусство – это выражение. Искусство – это выражение глубоких мыслей самым простым способом. В рубрике «Мастерская» Ирина Пугачева-Миронова. И ее юбилейная выставка «Дыхание природы». Искусство художницы – это не просто красивые картины, а стремление увидеть что-то необыкновенное в окружающем мире. Это не просто декоративные вещи, а самостоятельно живущие произведения искусства. В них природа дышит красотой, которую подчас не каждому дается рассмотреть. Одна из работ, вот самых как раз на фоне, который мы стоим, «Живое дыхание природы» называется. То есть, эта работа выполнена хоть и давно, в 99-м году, но, тем не менее, я считаю ее какой-то значимой для себя. Солнечный свет, атмосфера, воздух. Ну, вот хотелось передать вот именно вот это ощущение. То есть, как через какую-то, может быть, воду, облако, или, может быть, даже какой-то водопад, проникает солнечный, лунный свет. Ну, вот, в принципе, у меня творчество такое, я надеюсь, позитивное. Ну, и вот этот позитив хотелось вложить в эту работу. Трубочки используются для холодного батика. То есть, если мы посмотрим на ткань, где видно определенный контур, вот можно посмотреть, вот платок очень, как бы, наглядьте. Вот видно контур рисунка, и этот контур рисунка как раз можно провести, именно используя вот эти стеклянные трубочки, ресфедеры. Исправление ошибок очень сложно, а в горячем батике практически невозможно. Если уже работа готова, парафин уже из нее выпарен, то там уже ничего не перекрасишь, не переделаешь. То есть, если не угадал в томе, в цвете, то практически исправить ничего нельзя. Свою я акварель отношу больше к графике. Мне нравится скрупулезно изучить это растение. В принципе, здесь практически каждый цветок нарисован с натуры. Есть работы, которые там были начаты 5 лет назад. Вот эти тыквы, что-то мне все никак не хотелось, ну, не было времени. То арбуз не вызрел, то уже цветы у кабачка закрылись. Ну, и поэтому только в этом году пришлось ее дорисовать. Хотя, наверное, 3 года она просто была в полуфабрикате. Ну, это, можно сказать, как бы многослойная аппликация. То есть ткань, кусочки ткани соединяются при помощи непрядиной шерсти. Непрядиной шерсти представляет себе такую гребеную ленту. Накладывается вот много слоев вот этой разноцветной шерсти. И при помощи теплого мыла и воды это все, как бы, вручную. Или можно при помощи виброшлифовальной машинки. То есть все это соединяются, эти слои. То есть это вот вручную на такой пузырчатой неровной поверхности. Вот и игла для валяния. Но я использую в основном, как бы, иглами я практически не пользуюсь. Я использую мокрое валяние. Вот, допустим, один час уходит на откачество 5 на 5 сантиметров. То есть это вот пятачок такой. Это вот один час работы. Работа долгая, но в то же время она же не монотонная. То есть ты подбираешь нитки, подбираешь рисунок, смотришь, представляешь, как это будет. Поэтому, да, это, конечно, долгий труд, но, тем не менее, я не считаю, что он такой вот монотонный. Здесь как раз материалы его для ковроткачества. То есть это вот колотушка. Но я пользуюсь обычной вилкой, только такой тяжеленькой металлической, с костяной ручкой. Потому что у меня довольно-таки плотность большая. Основная такая творческая активная деятельность началась где-то с 98-го, с 99-го года, когда уже начала уже что-то делать в своем. Вообще будем заниматься с вами по композиции орнаментом. Естественно, мы с вами будем и ткать, но сначала мы с вами порисуем. Я должна увидеть, как вы рисуете. И начнем мы с элементарного, с рисовки растений. Здесь у нас элементарные наши самодельные, можно сказать, станки для ковроткачества, которые представлены в виде горизонтального станка. То есть основа натянута горизонтально. То есть на обычной гвозди, на планке натянута основа. Это рисунок геометрический, он выполняется под счет. Мы при помощи иголки пробираем ниточки основы для того, чтобы при помощи полотняного переплетения проложить уток. Вот мы проложили уток. А чтобы нам его уплотнить к краю гобелина, мы его прибиваем вилочкой. Для того, чтобы у нас основа не светилась, и ее не было видно. Отдача от своего труда, ты ее, во-первых, видишь, она видна. И приносит удовлетворение. Ну, это как творчество приносит удовлетворение. Почему, наверное, уединяется творчество? Что это их потребность, и они испытывают удовольствие от процесса работы. Хотя иногда, конечно, приходится и себя заставлять. Не всегда там ждешь вдохновения, да, вдохновения. Ну, приходится и заставлять себя работать. Но, тем не менее, работа в удовольствии. Время – это драгоценная ткань, из которой создана наша жизнь. И наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе, в пятницу, на канале «Новый век». В свободное от работы время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова